В столице прошла первая международная конференция по развитию электронной коммерции в Узбекистане. Конференция стала площадкой для обсуждения путей развития электронной коммерции в Узбекистане для представителей ритейла и электронной торговли. Кроме того, обсуждались проблемы, имеющиеся в сферах логистики, приема платежей, развития, проникновения электронной коммерции. Своё введение, касающееся электронной коммерции и цифровой экономики, участникам продемонстрировала компания Huawei. Электронная коммерция на сегодняшний день – это новый тренд, новое направление, где участники данного рынка стараются проявить себя и представить свои новшества и инновационные проекты. Подобные мероприятия, где пропагандируется этот тренд, призывают международных партнеров, экспертов, а также государственных деятелей для того, чтобы изучить, где существуют определенные проблемы для развития цифровой экономики. В то время, когда наша страна переходит в процесс цифровой экономики, то есть трансформируется в цифровую экономику, электронная коммерция – это то самое, где надо развивать и надо давать больше возможностей предпринимателям, которые смогут, в первую очередь, создать больше рабочих сил, в вторую очередь, это улучшить, скажем, товарооборот между самим населением, чтобы они были более активны. Третье – это призвать других, скажем, предпринимателей, которые не слышали о такой возможности, чтобы они использовали эту возможность. И еще один момент, что это экспортный потенциал страны, то есть мы сможем увеличить экспортный потенциал страны, что они – это немаловажно. Добавим, в ходе международной конференции со своим докладом выступил вице-президент мировых правительственных дел компании Huawei. Электронная коммерция имеет положительные стороны для обеих сторон, то есть как для покупателя, так и для посовщика. К примеру, граждане могут приобретать ту или иную продукцию или услугу за короткое время без всяких усилий. Касательно поставщиков, у них есть возможность привлечь больше покупателей и предоставить им больше удобств. В свою очередь, электронная коммерция имеет положительные стороны для государства. Это инвестиции и усовершенствование инфраструктуры. Я думаю, правительство должно поощрять эту сферу и помогать развивать ее на законодательной основе. Также нужно наладить систему онлайн-оплаты. Компания Huawei, участвующая в международной конференции, презентовала свою IPTV-платформу. Она работает следующим образом. При просмотре какого-либо канала на экране высвечивается реклама. Далее система распознает, что телевизор и телефон находятся в одной Wi-Fi-сети и предлагает просмотреть эту рекламу на телефоне и потрясти для этого телефон около индикатора в телевизоре. После этот же канал включается на телефоне. Таким образом, пользователь может просмотреть рекламу, не мешая другим людям или членам семьи, просматривающим телевизор. Отметим, что просматривая рекламу, есть возможность сделать покупки через эту платформу. Это может быть и одежда, и аксессуары. В целом, платформа IPTV является конвергентной. Она установлена на телевизор, а на телефон устанавливается приложение OTT. То есть, все меню, которые есть на телевизоре, автоматически высвечиваются на мобильном устройстве. «Развитие электронной коммерции напрямую связано с проникновением и доступностью интернета в стране. Естественно, доступность интернета изо дня в день растет. С тем темпом, который сейчас идет, я думаю, что года через два, может быть, даже через год, мы уже будем на уровне примерно западных стран, когда бизнесы должны будут переводиться в электронную сферу». Стоит добавить, что компания Huawei нацелена на создание национального широкополосного доступа и ликвидации цифрового разрыва. Уровень проникновения домашней широкополосной и мобильной широкополосной связи в Центральной Азии является достаточно низким. Средний уровень проникновения широкополосной сети в регионе составляет всего 34%, а в Туркменистане, Таджикистане и Кыргызстане – менее 10%. Передовая инфраструктура информационно-коммуникационных технологий – это стимул для экономического роста и создания интеллектуального мира. Отчет GCI от Huawei показывает, что 20% увеличения инвестиций в инфраструктуру ИКТ может привести к 1% росту ВВП и увеличению производственности на 20%. Продолжение следует...